Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как оформление направления сотрудников в служебную командировку на базе программного продукта 1С зарплаты управления персоналом. Рассмотрим оформление приказа о направлении одного сотрудника в командировку и сразу нескольких сотрудников в командировку. Если один, то по форме Т9, если несколько сотрудников, то по форме Т9А. Для регистрации служебной командировки сотрудника и для оформления соответствующего приказа по унифицированной форме Т9 предназначен специальный документ командировка. Данный документ становится доступным, если пользователям с полными правами в настройках расчета зарплаты раздел «Настройка», «Расчет зарплаты», ссылка «Настройка состава начислений и удержаний» ищем тут. Переходим, нажимаем, переходим по гиперссылочке. Закладка «Учет отсутствий» была выбрана соответствующим возможностям установлен флажок командировки и флажок в том числе внутрисменные. У нас командировки была установлена, ставим флажок, флажок в том числе внутрисменные. «Применить» и «Закрыть». Далее раздел «Кадры», «Командировки», по кнопочке «Создать», выбираем месяц, ну допустим август, в котором будет зарегистрировано в дальнейшем все произведенные в документе расчеты, они будут отражены в ведомостях на уплату и отчетах за этот месяц. По умолчанию в поле указывается, соответственно, текущий месяц. В поле «Организация» необходимо указать ту организацию, в которой работает сотрудник. У нас по умолчанию установлена организация, которая в настройках пользователей. В поле «Дата» указываем дату регистрации документа, по умолчанию в календаре сегодня число, ту дату, и он и подставляет. Дата документа используется при формировании печатных форм приказа о направлении в командировку по форме Т9. В поле «Номер» не активно для пользователя. Программа автоматически присвоит номер документу после его записи. Номер документа также используется при формировании печатных форм приказа о направлении в командировку по форме Т9. В поле «Сотрудник» указываем сотрудника, который направляется у нас в командировку. На закладке «Главное». Если пользователем с полными правами, как у меня сейчас, в настройках расчета зарплаты была выбрана возможность регистрировать внутрисменные командировки, где мы устанавливали флажок, в том числе внутрисменные, то в форме документа будет доступен флажок «Командировка на неполный рабочий день». Видите? То есть я могу ее поставить. Его установка позволяет указать период командировки не в целых днях, а в часах, в пределах выбранного дня. А также можно уточнить, на какое именно время придется внутрисменное отсутствие сотрудника. Если согласно графику работы сотрудника, в этот день предусмотрена работа с разным видом времени, например, в дневное и ночное время. Это позволит правильно рассчитать оплату за разные виды времени. Если флажок «Командировка на неполный рабочий день» снята, то в поле «Дата начала и дата окончания» указываем период, когда наш сотрудник находится в командировке. Давайте с вами установим дату начала, допустим, с 5 августа по 7 августа. Обращаю внимание, что дата командировки начинается от того, когда сотрудник у нас сел в поезд, в самолет, в машину. То есть время дороги в командировку тоже входит. Если в программе ведется штатное расписание, то флажок «Освободить ставку на период отсутствия» устанавливается, если необходимо, чтобы на время командировки сотрудника занимаемая им ставка была свободна. Например, сотрудник направляется в длительную командировку, и на время его командировки планируется принять на его ставку другого сотрудника. Если командировка приходится на несколько месяцев, то имеется возможность оплачивать ее постепенно, а не сразу за весь период. Возможность выбирается установкой переключателя в разделе «Оплата длительной командировки». То есть если мы здесь, видите, оплата длительной командировки, то автоматически можно поставить и выбрать то, что нужно. То есть оплатить период командировки целиком, либо оплачивать командировку в конце каждого месяца. В разделе «Вид времени» указывается автоматический вид времени, которым будет заполняться табель. Заполняется по умолчанию видом времени указанного начисления. При оформлении командировки сотруднику, который занят в организации как по основному месту работы, так и по совместительству, требуется оформлять отсутствие по всем его рабочим местам. При выборе в документе сотрудника, имеющий совместительство, программа позволяет отсюда же выбрать документ по отсутствию совместителя. По ссылке «Отсутствие по другим местам работы» становятся доступны кнопки для создания новых документов, для совместительной командировки, отпуск, отпуск без оплаты. А также в табличной части указывается уже оформленный на этот период отсутствие, чтобы избежать дублирования документов. Например, если сотрудник направляется в командировку по основному месту работы, то в документе указывается сотрудник по основному месту работы, отсутствие по месту работы по совместительству, регистрируется из этого же документа по кнопке «Отпуск без оплаты». Документом «Отпуск без сохранения оплаты», в котором автоматически указывается сотрудник по совместительству. На закладке «Дополнительно» можно указать место назначения командировки и другие данные для заполнения печатных форм, например, «Приказа». Для формирования печатной формы приказа направления сотрудников в командировку по форме Т-9 используйте кнопку «Печать. Приказ о направлении в командировку». Соответственно, вот она, печатная форма приказа о направлении работников в командировку. Если в настройках расчета зарплаты, раздел «Настройка», расчет зарплаты, ссылка «Настройка состава начислений и удержаний» на закладке «Прочие начисления», сейчас она откроется, «Прочие начисления». Включена возможность использования на предприятии совмещения профессий и должностей, расширения зон обслуживания, временное использование обязанностей без освобождения от работы, определенной трудовым договором, установлен договор совмещения. Видите, совмещение временное исполнение обязанностей. Можно создать документ совмещения должностей для назначения доплаты другому сотруднику за совмещение им профессии и должности. Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей сотрудника, направленной в командировку. По кнопке «Присоединить файлы» имеется возможность присоединить файл к документу, например, сканированную копию приказа. Это, соответственно, у нас в самом приказе. По скрепочке можно добавить сканированные копии. Ну, соответственно, провести и закрыть данный документ. Теперь рассмотрим оформление приказа направления нескольких сотрудников в командировку. Документ «Командировка группы» находится в разделе «Зарплата», «Командировки», кнопка «Создать», «Создать Т9А». То есть она находится чуть отдельно. В поле «Организация» выбираем нашу с вами организацию. В поле «Дата» указываем дату документа в информационной базе. В поле «Номер» у нас не активно. Мы это помним, что программа автоматически присваивает номер документу после его записи. Номер документа также используется в печатной форме приказа о направлении сотрудника в командировку по форме 9А. И теперь в табличной части документа перечисляются сотрудники, которые направлены в командировку по кнопке «Добавить» или «Подбор». Соответственно, мы выбираем двух наших сотрудников. Указываем с и по какое число каждый сотрудник. «Дальше время», то есть местонахождение, страна, город и наименование организации, куда они идут. В колонке «Цель командировки» прописываем цель командировки. Источник финансирования мы можем выбрать с вами, за счет чего поездка осуществляется сотрудникам. Для завершения оформления командировок следует оформить документы командировка в соответствии с указанными условиями. Для ввода документов по всем командировкам одновременно следует воспользоваться ссылкой «Оформить недостающее отсутствие» под табличной частью. По ссылке «Оформить недостающее отсутствие» непосредственно из строки табличной части можно оформить только указанную в этой строке командировку. В поле «Основание» необходимо указать основание командировки. Допустим, «Работа». И выбираем. Для формирования печатной формы списочного приказа направления сотрудников командировку по форме Т9А используем кнопку «Печать приказа на командировку» Т9А. На этом все. Мы с вами оформили приказы на командировку. Если вдруг у вас появятся вопросы, оставляйте их под этим видео, мы с радостью на них ответим. Всем желаю хорошего дня!